добрый день уважаемые коллеги меня видно и слышно я надеюсь ну тогда я начну я благодарен за возможность выступить на вашей конференции и персонально благодарность потому что человек из ненаучного учреждения но выступить на таком мероприятии в научном центре это большая большая ответственность я не буду подробно останавливаться на особенностях современной плоскодетекторной компьютерной томографии на слайде предоставлены отличие от классического к ты я думаю что по васич неоднократно уже рассказывал об этих возможностях пожалуй как бы один существенный момент на котором надо остановиться то что сейчас практически по всей стране идет оснащение идет оснащение ангиографами онкологических центров региональных при этом большинство специалистов зачастую не понимает какие именно функции необходимы их ангиографу а если эти функции предустановлены не очень понимают как этими функциями пользоваться первый компьютерный томограф появился приблизительно в 1972 году а вот первый ангиограф с функцией плоскодетекторной компьютерной томографии появился в 2004 году в 2009 году были разработаны навигационные системы для выполнения функционных вмешательств контрольном плоскодетекторной компьютерной топографии и также были созданы у института гюставу россии специальный программный пакет для выполнения сегментации сосудов визуализации сосудов питающих опухоли возможность настоящее время плоскодетекторная компьютерную томографии химомобилизация в большинстве мира преимуществами плоскодетекторной компьютерной томографии является открытый контур гентри как уже об этом тоже говорили то есть возможность доступа к пациенту практически со всех сторон в отличие от томографа компьютерном где достаточно трудно манипулировать при выполнении функционных вмешательств закрытом пространстве но и относительно дешевая цена вот на картинке слева представлен достаточно сложный каратки на монорельсе скомбинирован компьютерный томограф с ангиографом а это более простой вариант где ангиограф имеет функцию плоскодетекторной компьютерной томографии и такие аппараты они более компактные более дешевые и доступны для практического здравоохранения отличие современного ангиограф но это конечно в первую очередь на надежность потому что функция плоскодетекторной компьютерной томографии была реализована уже в ангиограф предыдущего поколения однако по моему опыту практической работы достаточно часто сбывались калибровки достаточно часто требовалось выживать инженера отказов было много сейчас на современном ангиографии эта проблема устранена аппарат достаточно надежно работает и выполняет функцию как диагностических снимков так и лечебных вмешательств использованием плоскодетекторной томографии в каждодневном режиме также отличие современного ангиографа еще является то что появилась функциях называемая смещение центра сканирования от нас относительно оси расположения пациента если раньше при выполнении снимков плоскодетекторной томографии нам надо было либо как-то смещать пациента либо получать изображение только какой-то части печени то теперь за счет ритма сканирования центр оси движение трубки смещается мы можем получить полноценное изображение печени которые необходимы для выполнения вмешательств говоря о том каким программным пакетом оснащен современный ангиограф ну вот на примере нашего ангиографа philips хотя на самом деле все практически основные производители мировые имеют сходные пакеты и как бы ориентируясь на это можно определить то чем оснащены ангиографы друг глубоко уважаемые коллеги к сожалению у нас из-за технических сложностей нет нет больше возможности дослушать сообщения наших коллег из самары поэтому мы переходим к следующему докладу который представит павел павел юрьевич грешко